Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Джека Плей, и мы с вами продолжаем играть в династию Абрамсон. Наша Грета смотрит на доску, смотрит, какие у нее сегодня планы, потому что планы у нас есть, у нас работа. Поэтому мы сейчас, знаете, куда отправляемся? Мы отправляемся на второй этаж и выбираем наряд, с которым она сегодня будет. С которым она сегодня будет, вот. Идем сюда, и сейчас будем примерять одежду. Давайте сменить персонажа на вот это. Вот сменим. Я думаю, что этот наряд будет намного лучше. Вот. Как раз у нас такая, знаете, карьера-политика. Нужно вершить правосудие, скажем так. Планы мы на сегодняшний день на доске посмотрели. Осталось теперь выбрать хороший наряд, собственно, что мы и сделали. Выбросить, пожалуйста, в корзину вот это вот грязное белье. Но поскорее нужно сменить ей эти черты характера, потому что это просто ад какой-то. Вот. И нужно еще, знаете, привести себя в порядок. Давайте соберемся с мыслями. И, да, соберемся с мыслями. Освежаться мы не будем. Пусть она у нас получит уверенность. Наберется хорошего, знаете, такого позитивного настроя. Вот. И отправимся мы в город. Нам нужно будет сегодня рассказать анекдот про политиков. Обсудить изменения в городе с двумя персонажами. Ну, то есть с соседями. Я думаю, что как раз мы, может быть, кого-то там найдем. Хотя, кто его знает, что может быть? Маман что делает? А, Маман все выпивает. Маман все... Так, я думаю, что Грети-то не нравится, поэтому давайте мы возьмем и... Запрещенные слова будем выкрикивать. Сколько можно, мама, мама. Сколько можно уже? Ой, все, посмотрите. Она ее успокаивает, потому что это все плачется. Как ей тяжело, плохо. Давай, успокаивай свою маму. Опять пьешь? Опять бухаешь? Она нас вообще не слушает, мама. Она нас вообще не замечает, смотрите. Дочка стоит. Вот, все, дочка не сдержалась. Да, Маман, хватит. Отношения, да. Отношения портятся? Ну, блин. Еще бы не портились. Сейчас мы возьмем и отправляемся на общественный участок. Нам нужно заниматься своей карьерой. Теперь мы можем, карьера политика, выбрать общественную цель и устроить митинг в поддержку цели «Постоим за деревья». Вот, я хочу как раз это сделать. Митинг устроим. Да, правильно, правильно, кричи и призывай всех. И потом нужно будет с кем-то пообщаться. А у нас тут есть люди? А, люди у нас тут есть. Ну как есть? Охранник куда-то убежал. Да ладно, это та самая дамочка Джулия Делона. Что же она меня преследует? Она везде за нами по пятам ходит. Куда бы мы ни пришли, туда и она идет. А, она даже вышибала. Никто тебя еще не знает, поэтому все бесполезно. Бесполезно. Хотя, может быть, вот человек присутствует. Ну да, это тоже папарацци. Че-то нет людей. О! Я думаю, что не помешает нам сейчас пройтись и устроить ему взбучку как раз. Потому что она его увидела, а они все пришли, понимаете? Они приходят, я не звал, как говорится. Мы просто, наверное, да, равнодушно к нему отнесемся. Хреново, ты нам не нужен, до свидания. Тра-ля-ля. Завяли помидоры, любовь ушла. И все, как говорится, вот это вот в этом духе. Да, вот так вот. Все, правильно, молодец. А куда все уходят? Почему они сюда все бегут? Посмотрите, сколько вышибал. Все вышибалы здесь ходят. Почему столько много вышибал? А, потому что здесь дверь, там дверь. Ясно, потому что дверей у нас здесь полно. Ну давайте будем с папарацци общаться. А что нам остается делать? У нас только один выход, это с папарацци общаться. Вежливо представимся. И расскажем анекдот. Вот, а нет, пока что мы не можем. Нужно представиться. Также можем представиться. О, посмотрите, какой мужчина. Фанат. А мы же не популярны. О, а что это сейчас было? Что она какие-то там ему чар раздает? Я одного понять не могу. Что такое? У нас плохой мудлет, что не слышит и не замечает. Ну, а ты как думала? Ты только начала свою карьеру политика. Тебе нужно пробиться в эти ряды. Поэтому все еще впереди. Продвигать общественную цель. Давайте это забудем. Раз этого нету действия, будем продвигать. А, потому что мы вежливо поприветствовались. Поэтому все так и пошло. Джулина вдохновлено нас слушает, как Грета с энтузиазмом рассказывает про цель. И хочет помочь делу. Поздравляем с успешным продвижением цели. Ну, это меня радует. Хоть что-то у нас получается. Хотя бы чуть-чуть-чуть-чутку. Также будем продвигать цель. Жаловаться на проблемы давайте будем. О, ну тоже у нас, смотрите, вдохновлен. То, что мы рассказали ему нашей целью, это очень хорошо. Значит, мы не просто так ее продвигаем дальше общаться. Слушайте, смотрите, какой мужчина Рассел Бонд. Давайте с ним пообщаемся, почему бы и нет. Расскажем то, что мы тут постоим за деревья. Мы продвигаем общественную цель, поэтому нам нужно... Чем больше людям расскажем, тем лучше продвинем эту цель. Вот, и продвигаем цель. Да блин, где действие-то, господи. Вот, нам нужно продвигать общественную цель. Мы, конечно, пытаемся работать, но у нас, к сожалению, ничего не получается, потому что у нас еще грусть, печаль, трава, как говорится. Ты не хочешь на меня отправиться? О, у нас хорошее отношение, смотрите. А, наверное, потому что мы не желательно поприветствовались с ним. Давайте мы с ним проведем время и отправимся на какой-нибудь общественный участок, потому что здесь слишком шумно, и у нас все равно нет настроения проводить общественные цели, поэтому работа, как всегда, подождет. Предложить посмотреть на облака, а можно предложить побыть вместе. По-моему, такого действия у нас, к сожалению, нет. Это очень странно. Ну ладно, вы знаете, как поступим? Мы поступим вот таким вот действием. Мы отправимся, возьмем с собой этого чувака, Рассела Бонда, и, наверное, в какой-нибудь бар сходим. У нас как раз есть в этом городке бар, куда бы мы могли бы отправиться, энергичные орхидеи. Сюда мы сходим, и нужно будет немножечко тяпнуть, так сказать, потому что что-то как-то не складывается у нее все с карьерой, у нее печаль трава, и нужно успокоить ее нервы. Поэтому идем, выпьем. И какая же она грустная, давай, 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 поднимай себе настроение. Что же ты такая грустная-то у нас, дамочка? Мама грустная, ты грустная. О, развеселела. Слава богу. Как пришли в бар, так сразу настроение поднялось. Давайте анекдот про политиков сразу расскажем. Пока она может это сделать. О, смотрите, товарищество. Компанейская атмосфера. Нашла своего компаньона, так сказать. Теперь мы можем обсудить изменения в городе, я надеюсь. Потому что нам это нужно сделать. Спроси о карьере, душевный разговор. Давайте душевный разговор. Как раз нам сейчас душевности не хватает. Вот, и нужно еще изменения в городе обсуждать. Но пока что мы не можем... Да, мы не можем обсуждать такое, получается, действие. А почему у нас нет бармена? Где бармен? Почему мы в баре одни? Это кто у нас? Да господи, дамочка, ты кто? Ты у нас фанатка. У нас восходящая звезда еще в баре есть. Что-то как-то... Бар у нас... Вот тут, смотрите, есть бармен. Простой бармен здесь находится. А там? Тут его нет. Очень странно. Давайте возьмем... И... О, у нее напиток? Откуда? Вишневый нектар Симодер. Она с дома взяла? Да ладно. Не может быть. Все-таки у мамы сперла, понимаете? Она, наверное, для храбрости брала, понимаете, тяпнуть на работе. Ой, у нее, смотрите, у нее досуг упал. Давайте мы возьмем, сейчас будем рассказывать смешные всякие истории. Почему бы и нет? Расскажем про политиков. Расскажем, не знаю... Не знаю, если кто там, анекдот и что-нибудь еще. Давайте... Так, дурачиться будем. Потом нам нужно сходить в туалет, потому что она уже хочет уединиться. О, у нас тут как раз туалеты... Без разницы, какие нам нужны. Подписываем как настоящий чемпион. И нужно освежиться. Освежиться, потому что нужно привести себя в порядок. Потому что все-таки она с молодым человеком. И она не хочет упасть лицом в грязь. Поэтому нужно ей держаться в форме. И быть сексапильной дамочкой. Потому что сейчас она за собой следит. После того, как с ней поступили, она теперь стала за собой следить. И потому что... Ну, все-таки она хочет отношений нормальных. Чтоб ее любили, уважали и ценили. А они вот так поступили, как некоторые. Поэтому приходится ей вот так вот теперь себя вести. Все, она подняла... О, уже немножко подняла досуг. Уже радует. Все. Давай, говори ему то, что мне немножечко нужно отлучиться. Поэтому прошу прощения. И мы идем вместе с нашей дамочкой в туалет. Как там, кстати, у нас с баллами счастья? Нам нужно, по-моему, так... Пять тысяч, по-моему, да? Пять тысяч. А у нас четыре... Двести тридцать пять. Завести двенадцать друзей. Достичь шестого уровня навыки обаяния. Угу. То есть, за это мы получим пятьсот. И за это мы получим четыреста. Вот как раз нужно нам это с вами сделать. И мы тем самым получим эти баллы счастья. Что очень даже хорошо. Это у нас какая? Это у нас уже третья стадия. А, ну потом там вообще легко. Хм. Хорошо, хорошо. Так, что опять за грусть? Что опять? Вот, понимаете? Оставляешь ее просто на одну минуту. Все, сразу грустная. Сразу врубает эти воспоминания. Мы персонала даже не можем. Почему? На этом участке уже есть простой бармен. Да ладно, он находится в VIP-зоне. А не вот в этой зоне. Короче, понятно. Он с нами не хочет разговаривать. Потому что там же есть популярный человек. Зачем ему, как бы, какая-то смертная? Если есть там звезда. Действительно. Что ты пошла делать? Играть в мусоре. Ну, да. Выпила. Можете теперь играть в мусоре. Почему бы и нет? Давай. Грусть словила опять. Ё-моё, просто. Шикарный день. Митинг не удался. Нас применяли на какую-то звезду. Он же тут стоит, да? А, нет, смотрите. Он нас ждет. Он даже не пошел. Нам Юджин звонит. Интересуется, не хочу ли я к нему заглянуть. Коктейль-бар Энергичные Орхидеи. Серьезно? Да ладно, Юджин звонит. Вау. Она уже поехала кукухой. Ей звонит Юджин, понимаете? Просто. Все. Это уже все. Это уже диагноз, понимаете? Нужно срочно переставать пить, потому что персонажей это добьет. Ну, посмотрите, нам уже звонит призрак. Попросим совета у него. Я думаю, что это поможет. И жаловаться на проблемы. Нужно спросить о карьере. Где он работает, чем он занимается. Да что он становится как-то очень... Посмотрите, что с ним вообще творится. Скажем, то, что нам нравится прохладная погода. Почему бы и нет? Может быть, это полезная информация. Он что-то новое о нас узнает. Хочет, по душам поговорим. Честно, меня напрягает то, что он стоит, а не сидит. Почему ты не можешь сесть с нами рядом? В общем, она увидела этот шкаф и вот хочет зайти в него, да? Да, видите, вот прям вот дверь стоит и все. И она хочет идти выплакаться в шкаф. Ну ладно, пусть успокоится. Может быть, ей легче станет как раз. Быстро у нас этот мудлет пропадет, потому что... Я не могу уже, серьезно. Она меня просто своим этим мудлетом добьет. Давайте немножко перемотаем, потому что... Все, выплакалась так быстро. Она у нас проголодалась, давайте отправимся домой. Что такое? Рыцая? Какое рыцая? Нет, мы идем домой. Ну, вроде немножко пообщались, конечно. Настроение у нее такое, переменчивое. То хорошее, то плохое. Фиг пойми. Давайте от радости подтискаем успокаивающие объятия. О, любовью стреляет. Смотрите, все. Все. Собака хочет любви. Хоть кто-то у нас хочет любви, понимаете? О, боже. Смотрите, уже... А, ну один бокал, да, она у нас сперла точно. Что у нас там за мусор уже? Никто даже в холодильнике убраться не может. Что такое в доме творится? Боже мой. Ой, все. Нужно ставить на ноги этот весь дурдом, потому что... Ну, понятно. Маман, все. Маман, все. Какаху хотя бы выброси, пожалуйста. Хоть она себя чувствует хорошо. Отлично. Тогда, если ты чувствуешь себя хорошо, мы пойдем и запишем с тобой новый трек. Создадим трек. Гом Гом Броу. То есть тогда у нас наша Руби поднимает себе вдохновение, так как как бы... Нужно получить опять контракт с музыкально записывающей компанией. Потому что мы же его просрали. О, она хоть мусор пошла убирать? Ну, слушай, смотрите, она вещи пошла забирать, да? А, а ты мусор уберешь, пожалуйста, Саншайн? До тебя вся надежда, потому что дом стоит только на тебе. Никто не убирает, никто только в нем насырают, поэтому, пожалуйста. Все. Ей очень-очень плохо. Нашей маме очень плохо. А что ты тут решила? Смотрите, она ее сиделка еще. Прекрасно. Она решила у нас еще заботиться о ней. Ну, правильно. Правильно. Надо заботиться о нашей маме, а то мама сопьется вообще. И трындец будет полный. Будем учиться. Будем учиться, после того, как мы сейчас примем душ. Наверное, нужно будет собакену нашу собачку найти. Давайте, слушайте, как бы, возьмем и закажем собаку. Из приюта возьмем. Закажем, так сказал. Ну да, нам должны ее привезти. Поэтому я, наверное, после того, как она проснется, мы сделаем так, то что... Позвоним в услуги. Где у нас услуги? Услуги. Услуги. Так. Вот, заказать услугу. Как поиграешь на гитаре? Чем ты у нас займешься? Ты у нас должна опубликовать историю в Симстаграме. Потому что, как бы, звезда ты у нас. Поэтому ты должна следить за своими социальными сетями и не забывать об этом. Мальчик, мальчик, мальчик. Это самец у нас. Господи, почему же они такие все страшные? Самка. Самец. Самец. Хм, а если скрыть эти две собаки? Интересно, что у нас получится? Давайте попробуем. Почему бы и нет? Заказала? Молодец. Сейчас скоро я должен из приюта привезти. И тем временем ты можешь что-нибудь перекусить. У нас что-нибудь есть в холодильнике? Да, у нас тут еды. Посмотрите, сколько много. Вау. Давайте отправим Саншайн уже спать, потому что у нас часов ночи. И она должна у нас выспаться, отдохнуть. Поэтому дать задание, отправить ее спать. А ты у нас давай работай, дамочка, работай, работай. Потом тебе нужно будет еще заниматься своими социальными сетями, продвижение. Нужно будет еще потом отправиться на концерты. Тут нужно будет концерты давать. Вот. Еще много всего предстоит интересного у нас. Опа-на. Вот оно. Прошло. Создать профиль в социальной сети нам тоже нужно это сделать. Вот. И теперь что нам нужно сделать? Досить 6 уровень навыки игры на инструменте и заработать 500 символионов, продавая права на песни. Вау. Сочни 4 песни. Not bad. Not bad. Давайте отправим. Так. Вот это вот отправить. А, это мы не можем да, отправить? Это мы тоже не можем отправить? И вот это... Так. Все, мы отправили уже. О! Ты кто такой? Ты у нас сотрудник приюта. Так, где у нас собака? Давайте посмотрим. У ты лапа! Посмотрите какой! Я думаю, что он им поднимет настроение, потому что ну все-таки надо что-то менять. А то они вообще грустные. Поэтому мы сейчас возьмем и завершим так. Нет, нам нужно приютить. Это нужно, по-моему, на собаку нажать, да? Берем, приютить. Вот. И все. И собака наша! Все, настроение поднимается. Нужно будет, чтобы они у нас сыграли. Наима и как тебя зовут? Как тебя зовут? Тебя зовут? Хелфрид Игл. Я так его, наверное, имя и оставлю. Прикольное имя, да. Вы уверены? Да, вот так пусть его и зовут. Поздравляем, вы добавили питомца в свою семью. Смотрите, какой мелкий. Все. Теперь у нас еще есть щенок. Какая прелесть. Все. Он у нас уходит. Мужчина, да. Мужчина у нас уходит. И нужно будет закинуть еще, наверное, стирку. Давайте возьмем. Заниматься стиркой. Положить стиральную машину. Скайлер уходит. Экспертиза приема в семью завершена. Спасибо большое вам, что, что вы пришли. Дали нам такого прелестного щенка. Посмотрите, какой классный. Наверное, потом Саншайн ночью уже постирает или утром, когда проснется. А ты у нас, наверное, отправляйся спать. Маман, ты все? Нет, Маман еще не все. Маман еще у нас идет, выпивает напиточек. Она у нас еще в грусти, в печали и в тоске. Поэтому без вина или без коньяка здесь у нас день не обходится. Поэтому приходится ей запивать всю эту грусть. Чем она хотя бы питается? Вот это для меня вопрос, потому что мы ее вообще не видим, мы видим только ее с бокалами. Сегодняшний день у нас прошел как-то странно. Ничего у нас толком не получилось, но я думаю, что следующий будет намного лучше и продуктивней. Поэтому если вы готовы наблюдать за моей династией Абрамсон, то обязательно подписывайся на мой канал, вступай в группу ВКонтакте. А всем огромное спасибо за просмотр, ставь лайк и всем пока!